Согласно подписанному президентом Садыром Джапаровым, закону о местной государственной администрации и органах местного самоуправления повышается ответственность глав местных государственных администраций, акимов органов местного самоуправления в решении социально-экономических задач местного значения, а прежние законы, регулирующие деятельность ОМСУ, были консолидированы. Органы местной власти превратились в орган, который так и не смогли стать связующим звеном между государством и гражданами. Акимы, руководители районов, мэры и местные кенеши должны не только отчитываться о том, сколько урожая собрано или о поголовье скота. На ОМСУ лежит ответственность за социально-экономическое благополучие граждан. Также есть ряд систематических проблем. Ухудшилась координация работы ОМСУ, очень низкий уровень доверия к местным органам власти, пассивность акимов, ждущих указаний сверху. Мы должны преодолеть эти проблемы. Для усиления координации деятельности территориальных подразделений государственных органов Акимы теперь наделены полномочиями заслушивать отчеты и назначать на должности руководителей территориальных подразделений государственных органов исполнительной власти, за исключением органов статистики, национальной безопасности, внутренних дел и местных органов военного управления. Кроме того, Аким наделен полномочиями назначать на должность и освобождать от должности глав исполнительных органов, местного самоуправления, аильных округов и городов районного значения. Мэры городов областного и республиканского значения назначаются президентом. Вы должны сами оптимизировать работу и количество сотрудников УМСУ согласно количеству жителей вашего региона и бюджету. Вы должны четко понимать, кто чем занимается. Если вы думаете, что вам достаточно пяти человек с хорошей зарплатой, пожалуйста, работайте. Также, согласно закону, увеличивается срок полномочий руководителей исполнительных органов местного самоуправления с 4 до 5 лет. А для привлечения квалифицированных кадров и опытных управленцев, назначения на должности Акимов и их заместителей, а также руководителей исполнительных органов местного самоуправления, будут осуществляться исключительно из состава регионального и муниципального резервов кадров. А квалификационные требования и ограничения, предъявляемые кандидатом на должности Акима, мэра и глава Элокмэту, предусматриваются законом. В целях же комплексного решения вопросов социально-экономического развития района создается районный кенеж. Эти кандидаты только должны быть включены в муниципальный резерв кадров, там уже будет отбор сильный, и, конечно, закон в этой части, он больше уклонился на подготовку сильных кадров. Отметим, что согласно новому закону Аким назначается на должность и освобождается от должности главы государства на основании представления председателя Кабинета министров по консультации с полномочным представителем президента в области. Нурбек Иманов, Алмаз Нурмамбетов, Аллато 24.